Живе Беларусь! Слава Андрею Зельцеру, герою Беларуси! И в Минтрансе снова начались, так сказать, притеснения, вышло, так сказать, такое распоряжение, которое запрещает людям высказываться от имени рабочих, от имени предприятия, запрещается подталкивать, ну, как обычно, на стачки, забастовки, запрещается выражать свое мнение по поводу состояния технического транспортных средств и тому подобное. Так что в Минтрансе все больше и больше затручивают, так сказать, гайки для того, чтобы, так сказать, коллектив не бузил, не, так сказать, не выносил ссоры из избы. Вот как вы, как простой человек, как я, вот простой человек, относитесь к вот этому, вот этой хрени, которая началась по всем предприятиям Беларуси? Затыкают рот свободному трудовому люду, так сказать, свободным людям в Беларуси, рабочим. И сколько это будет продолжаться? Вот смотрите, допустим, понятно, что если бы только Минтранс восстал там и начал сопротивляться, понятно, что его бы придушили этих рабочих, этот коллектив. Но если бы по всей стране, там, 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 в разных уголках страны началось такие вот восстания против того, что мы рабочие, мы трудовой коллектив, а нас просто считают за быдло, за каких-то второсортников. Вот если бы люди очнулись все и поняли, что они сила, что никакой Лукашенко, никакими ОМОНовцы, если все встанут и скажут, нет, Лукашенко, так не пойдет дело, мы не твои трепостные, мы не рабы твои, и никакой ОМОНовец, состояние которого ухудшилось бы материально после этого не посмел бы идти и бить этих рабочих, потому что их сотни тысячи этих рабочих, десятки тысяч этих рабочих, никаким бы ОМОНовцам не хватило избивать простой трудовой люд. Такое мое мнение, а ваше такое мнение, напишите в комментариях, что вы, как простой человек, думаете о данной ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok